Привет, привет, ребят! Всем привет, привет! Как связь, как звук? Всем привет! Немножечко подождем. Я знаю, что у нас Инстаграм с некоторым запозданием оповещает о начале прямого эфира. Поэтому чуть-чуть подождем. Как вообще ваше настроение? Пишите. Как вам отдыхается, если вам отдыхается? Я вообще на самом деле не представляю, как я буду вообще дома сидеть безвылазно. Привет, привет, Ирочка! Ты дольше всех, наверное, ждала этого эфира. Все в понедельник, в карантин, наверное, отдыхают, спят. В общем, ребят, я расскажу, какая тема эфира, да, для того, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Конечно, не всем это будет понятно, не всем это будет интересно. Я абсолютно не претендую на какую-либо оценку. Меня вообще, на самом деле, оценочное мнение не интересует с некоторых пор, да. Жизнь, как говорится, научила. Хотя до этого я была законченной отличницей, и все, что я делала по жизни, я очень сильно переживала, что то, что я делаю, не оценят по достоинству. И я вам так хочу сказать, такая моя позиция, бывалая, да, она очень сильно мешала, очень сильно мешала по жизни. То есть я переживала о том, что подумают люди, что скажут люди, а как, как я при этом буду выглядеть, да, а интересно ли то, что я делаю, либо говорю кому-то другому, да. То есть все вот эти вот такие паттерны с детства заложенные мне очень сильно мешали. Сейчас я от этого абсолютно свободна. Сашуль, приветик, приветик. Рада тебя видеть. Я абсолютно от этого свободна. Мне, не знаю, как-то плыть против всех, наверное, стало даже где-то в кайф. Почему говорю против всем? Да потому что те жизненные принципы, которые у меня сейчас сложились, это те жизненные принципы, которые большему проценту моего окружения просто непонятны. Да, все началось меняться еще в далеком 2015 году, когда мне попали в руки определенные книги, да, у меня началось меняться мышление. Я поняла, что, допустим, я хочу свободы, я хочу быть свободным человеком. Я, кстати, хотела сегодня пост написать про свободу, но написала в итоге про другую тему. Но вот тема свободы, я имею в виду свободы перемещения, независимо от геолокации, свободы от каких-то начальников, от каких-то людей, которые вот сверху имеют какую-то возможность влиять на мои решения, либо на мою жизнь, там сидеть мне дома, либо выходить на работу, когда мне идти в отпуск, зимой или летом, да, то есть вот эти все моменты, мне всегда это вот, ну, я еле-еле, короче, три года по найму проработала, ушла в декрет, вот кто знает мою историю, да, я больше с декрета не вышла, и я начала напитываться вот этой литературой очень полезной, которая мне мышление просто перевернула с ног на голову. Я поняла, что я хочу быть свободной, но дело в том, что свобода, вот это вот одна сторона медали, а оборотная сторона медали, здесь написано ответственность, и не каждый это понимает, ведь люди, вот если там, вот я у каждого из вас сейчас спрошу, ты хочешь быть свободным? Ну, в плане того, что там, не думать там о начальниках, о работе, там, о том, где ты будешь жить, ты можешь перемещаться по всему земному шару, жить там полгода в Таиланде, другие полгода на Бали, третий полгода на Мальдивах, ну и так далее. Что я скажу, да, конечно, я хочу. А готов ли ты взять ответственность за свой выбор, на себя? И вот тут, ребята, очень многие спотыкаются. Я почему именно об ответственности стала говорить вначале, да, потому что у нас курс, который вот на курсе мы сейчас с ребенком обучаемся, он называется «Свободное образование». Не семейное образование, а свободное образование. И вы знаете, это такое глубокое название, я только потом начала понимать, что это значит. Это значит, что я не просто свободна во времени, да, там, мне не надо к 8 часам водить ребенка в школу, мне не надо его там в определенное время забирать и так далее, мне надо ходить на эти родительские собрания, с меня никто не вытаскивает эти деньги на шторы, на парты, ну, на подарок учителям и так далее. То есть нет этого всего. Да, в этом плане свобода. Но оборотная сторона – это ответственность. Ответственность. Спасибо, Ирочка. Я рада, что сетевой мимо тебя просто так не прошел. Сетевой, кстати, ни у кого не проходит мимо. Все меняются. Все, кто был в нашем проекте, когда-либо выходят из него, даже если выходят из него, это нормальная ситуация, мы к этому нормально относимся, они все с другими мозгами выходят. И жизнь их меняется кардинально. Это приятно. Это очень приятно, нести вот эту информацию. И люди это все равно на какой-то подкорке где-то вот оставляют у себя и потом несут это, экстраполируют это на свои отношения в семье, на свой бизнес. Кто-то бизнес открывает, кто-то самозанятый становится, у кого-то на работе повышения получаются. Почему? Да потому что нигде, наверное, как в домашнем бизнесе у нас не происходит чтение книг, мотивация, заряд, вот это позитив. Короче, в общем, люди, меченые атомы становятся. Это классно. Так вот, ответственность. Почему вот я, вы знаете, даже я это не сразу поняла, насколько это ответственно быть свободным человеком. И если мы сейчас в сторону как бы бизнеса, да, отставим, там понятно, там ответственности выше крыши, почему в любом бизнесе, не только в сетевом. Если брать только вот семейное образование, да, а тем у нас сегодня именно это, потому что меня очень долго просили девочки и знакомые, и незнакомые в интернете рассказать, а как это все происходит, а как вот они боятся, я вас понимаю, но я не боялась. Знаете почему? Потому что на протяжении того, как мой старший сын рос, начиная с самого садика, как мы попали в муниципальный сад, многие знают эту историю, что мы один сад сменили, второй сад сменили, потому что я видела, что что-то происходит, какая-то дичь вообще происходит в этих муниципальных садах. Что мой ребенок вот этого всего не должен видеть, ему это не надо. И когда мне говорят, что ты хочешь из него, там тепличное растение вырасти, а как же трудности, ребят, у ребенка будут трудности, как у любого другого человека. И он будет готов к этим трудностям на момент той ситуации. Но зачем ему эту дичь видеть с трех лет? Зачем ему слышать и видеть истеричных воспитателей, которые сами-то себя воспитать не могут, а они их допустили к детям воспитывать, понимаете? Те воспитатели, которые ненавидят свою работу, потому что работают за копейки и за субсидию 50%. Но это ладно, это просадит. А в школе, думаете, не так? Сейчас в педагогах от Бога, вот, мизер, точно так же, как и в успешных сетевиков. 1%. Почему? Потому что педагог от Бога, это не тот, который рожден быть педагогом, это тот, который так над собой поработал, перечитал кучу литературы, пересмотрел различные направления. Спасибо, Верочка, рада видеть тебя, сто лет не виделись. Пересмотрел различные направления, изучил различные методики, возможно, создал какие-то авторские свои методики. И педагог от Бога, это человек, который никогда в жизни не будет подчиняться системе. То есть, вот как директор школы сказал обучать, вот так вот он будет обучать по такой программе. Это не педагог от Бога, это винтик в системе, ребята. И когда я это поняла, я сама педагог по образованию, кто не знает. Я 5 лет отучилась в педагогическом вузе на факультете иностранных языков. И то, как там учили, это я сейчас понимаю. Господи, Боже, упаси меня к детям допустить. Боже, упаси, я же не знала ничего. Я вышла 5 лет отторабанила, там лекции пропускала, там прогуляла, зачеты за ночь сдавала, экзамены так, понимаете, и думаете, сколько так педагогов выпускается пачками, которые идут в школу, чтобы диплом подтвердить. В моей, я не говорю, что все такие, но большинство. Есть люди, которые реально любят детей, реально любят свою работу и выкладываются на полную. Есть такие люди, но их, вот. Где гарантия, что ваш ребенок попадет в такого педагога? Вы знаете, я когда школу искала для ребенка, вот по нашему городу, я читала форумы мамочек, там, по городу, по школам. Я интересовалась и спрашивала, и мне все мамочки, как одни говорили, не важно, в какую школу ты попадешь, важно, к какому учителю ты попадешь. А как же понять, вот есть учитель, вроде так, я читала, да, изучаю, там, классный учитель, там, отзывы, все такой добрый, там, и это, и преподносит информацию, не так, как в учебнике написано, что немаловажно, да, потому что в учебнике там такой трэш написано, что мама дорогая. Но он сейчас не берет первый класс, он там выпускает третий, четвертый и так далее. Как в него попасть? Да никак не попасть. В итоге я настолько устала от вот этого, знаете, поиска, то есть я тогда уже понимала, что я не хочу просто отдавать ребенка, вот по прописке, лишь бы дом рядом был, лишь бы он потом пешком ходил, короче. Мне это было неинтересно, я была готова возить его совсем на другой конец города, мне было все равно. Но я настолько устала, я поняла, что я не угадаю, я не угадаю в этом плане. И мы пошли, ну, не то чтобы совсем в ближайшую школу, там возить, конечно, приходится, там, минут 25 ходьбы пешком до этой школы. Попали в эту школу. Что сказать? Первый класс мы вымучили, ну, вымучили, ну, я в первую очередь себя вымучила. Вы же понимаете, когда человек вот чувствует вот внутри, не то, не мое, не то, что тут вот это волнение, вот это вот бурлит все, несогласие с программами, я вижу эти учебники, я вижу, как объясняется материал, он вообще не объясняется, потому что педагог работает на две смены. Он утром первоклассник ведет, вечером вторая, третий классик ведет, понимаете? Женщина, у которой у самой двое детей, приходит вечером в 9 часов вечера каждый день. Как такой человек может быть ежедневно в ресурсе и каждый день отдавать энергию чужим детям? Это физически невозможно, понимаете? Вот такой у нас был первый класс. Во втором классе у нас еще хуже стало, у нас вообще учитель поменялся, приехал вообще с другого города совершенно, который не знает школы, не знает директоров, не знает коллектива, не знает детей, ничего. Мы две недели отучились, и я приняла решение. Все, мы из школы уходим, потому что я не вижу знаний у ребенка, я не вижу у него тяги к обучению, я не вижу, что он что-то хоть понимает. У нас было столько пробелов в элементарных моментах, как в сложении и вычитании. Понимаете? Первый класс прошел ребенок, он не умеет складывать и вычитать в уме. Кто в этом виноват? Да? Вот. И мы, я случайно, ну, случайности не случайны, я случайно обнаружила вот наш курс. Я на самом деле, вы знаете, сильно не вдавалась в подробности, какие бывают курсы. То есть не было такого, что там я, значит, там там почитала формы, там почитала формы. Вот знаете, вот как вот все сложилось так, как надо. Вот когда есть цель, я часто об этом своим людям говорю, вот когда есть цель, вообще, вот обстоятельства складываются, как пазлики, вот так вот, вот так вот, дорожечка перед тобой стелется, и ты по ней идешь. Потому что только тогда, когда ты четко знаешь, чего ты хочешь, и самое главное, ты не боишься. Так вот, я не боялась. Я боялась, знаете, чего? Я боялась сопротивления окружения моего. Я имею в виду родители, муж, да, потому что кто Антона знает, Антон тоже был против, да, то есть я как бы пошла на переговор всем. Были ссоры, особенно с родителями, с моими. Моя мама вообще, когда узнала, сказала вырастет дебилом, развернулась и хлопнула в дверь и ушла. Ну, сейчас-то уже все нормально, как бы все попривыкли. То есть я была, я понимала, что меня никто не поддержит. Ровно так же, когда вы какую-то идею, да, начинаете, там, кто-то бизнес свой хочет открыть, кто-то в сетевой хочет прийти, кто-то хочет курсы свои создать. Что вам окружение говорит? Не гони волну. Знаете, такой анекдот про не гони волну? Когда сидят в болоте все-таки, вот так вот, поносными, вот так вот болота доходят, и они такие сидят, и один такой, ну, ребята, ну, давайте же отсюда выбираться. Не гони волну. Вот, мое окружение то же самое сказала. Алена, не гони волну, что тебе не сидится? Ходит ребенок в школу? Пусть ходит. Уж чему-нибудь там да и научат его. Но я-то так не хотела. Я не хотела. И в первую очередь, как бы это эгоистично не звучало, но я это не хотела для себя. Потому что вот кто сейчас, мамочки школьников, уже и анекдоты ходят про это, и мемы, картинки. Знаете, когда такая, черный юмор, можно сказать. Такая тетрадка, короче, фотография наверху, одна внизу. Вверху тетрадка с каплями мокрыми на домашнем задании. И написано, делал уроки с мамой. И ниже, та же самая тетрадка с каплями крови. Делал уроки с папой. Понимаете? И вот с одной стороны, и вот это ровно так же смешно, как и очень-очень страшно и жутко. Потому что вот эти домашние задания, которые сваливаются, которые учителя сваливают на родителей, а родители понятия не имеют, как объяснять материал, потому что они, блин, не учились в институтах. И у них нет практики преподавания. И поэтому вся учеба сводится к чему? На уроке пришел 10 минут новый материал. Следующие 10 минут учитель орет, чтобы все уселись и перестали болтать. И последние 10 минут проверка домашнего задания и новое домашнее задание на дом. И дома у нас с часу дня и до 9, до 11 ночи. Оры, крики, я не понимаю, я не знаю, я не знаю, как объяснить. И вот это вот все на свете. Вопрос. Каким образом должен ребенок в такой обстановке хотеть учиться? Следующий момент. Оценочное мнение. Это то, с чего я вообще начала. Как вы думаете, почему люди, которые уже вырастают, взрослые люди, так переживают, а что о них подумают другие? Вот так переживают, вот я такая была, так переживала, что там про меня сказали, где-то мне там за спиной что-то плюнули, где-то мне что-то рассказали. Так переживала, невероятно переживала. А потому что школьные оценки формируют вот эту вот привычку переживать за чужое мнение. Как же ты напишешь эту, ой, Господи, там запятую не поставил, все, не пятерка тебе, четыре. Понимаете? Одну ошибочку случайно сделал, помарку сделал, все тебе красным подчеркнули. Тебе не подчеркнули красным все, что ты сделал хорошо. И то, что ты вообще, блин, это сделал, да ты герой. Никто-то в школе не сказал. А моя мама говорила, когда я четверки домой приносила, значит, не доучила. Вот садись и учи, чтобы была пятерка. Кто себя узнал из мамочек к моей маме? Понимаете? У нас оценок нет на домашнем обучении. И они не нужны. Почему? Потому что мой ребенок работает не ради оценки, мой ребенок работает не ради аттестата, не ради четверти, не ради полугодия и не ради годовых итоговых контрольных. Мой ребенок учится ради знаний, которые ему пригодятся и которые он будет использовать в своей жизни в последующем. Еще один пример. Далеко ходить не надо. Вот наша соседка через дом, девочка, мой сын ходил с ней в первый класс. Один год они вместе отучились, они дружат, на аллеи выходят гулять. И мы периодически их вместе возим на кружки, там они ходят на художку, в общем. И муж у меня как-то спрашивает, говорит, а ты уроки сама делаешь? Ну, она в школу ходит, естественно, понятно. Там родители работают, да, посменно. Говорит, ты сама уроки делаешь? Говорит, да. Говорит, тебя никто не заставляет? Говорит, нет. А он говорит, а зачем ты уроки делаешь? Он говорит, как зачем? Я двойку боюсь получить. Просто вдумайтесь в эту фразу. Ребенок учится, чтобы ему не поставили двойку. Он делает уроки на зачетку. На зачетку, ребята. Если сейчас вот просто человека поговорить в свободной форме, а не в форме тестов, которые, кстати, уже с первого класса приучают. У нас годовая итоговая контрольная в первом классе еще, когда мы в школе были, была в форме тестов. Я чуть не упала вообще. В форме тестов, галочка, отмечать правильный ответ, это триндец просто, ребят. Уже доказано, уже даже Европа отказывается от этих тестов. И в свободной форме, в устной форме, в письменной сдаются экзамены. А у нас это только вот еще только будет процветать. Так вот, суть в чем? Я не хочу, чтобы мой ребенок заботился о чем-то мнении, кроме как о своего и авторитетного мнения своих родителей, либо своих менторов. Менторов, то есть тех людей, которые им приносят какие-то практические знания, да, либо вдохновительные каких-то. Как это делаем мы, да, например, с Антоном? У нас нет авторитетов среди нашего окружения. У нас есть авторитеты среди тех людей, которые в этой жизни добились очень многого. Вот кого есть смысл слушать. А родители, их есть смысл уважать. А мнение у нас, как у каждого, свое. Теперь это я там объяснила вам свою позицию. Кто мне там будет говорить, а как же социализация? Ребят, вообще, вот если открыть работы Макаренко, я педагог. Кто здесь еще, педагоги здесь есть. Ну, я думаю, что все слышали, кто такой Макаренко, да, Сухомлинский, кстати, тоже великий педагог. То там написано, что такое социализация в классе. Ну, в классе, в школьном классе. Это когда коллектив работает на одну общую цель. Не каждый на свою оценку, а на одну общую цель. Это когда у каждого индивидуума есть общая цель со всеми участниками этой команды. Понимаете, командная работа. Вот это социализация. Вопрос, у кого в классе есть такой момент. Когда учителя даже не вникают в процессы коммуникации своего класса. Когда учителям даже все равно, кто там с кем поссорился, почему так произошло, почему на задней парте сидит девочка, там, не знаю, с брекет-системой, и с ней никто не разговаривает. И она ходит в школу только потому, что, ну, надо ходить. А так она ненавидит всех своих одноклассников, всех учителей, и вообще эти стены. Никто не будет разбираться. А это ведь психологическая травма, ребята. И все мы, все мы вышли со школы, с нашей постсоветской, ну, советская еще более или менее, а вот постсоветская школа, там уже начался полный трэш. Все мы вышли, каждый, со своими тараканами. Ребят, как сложно было мне расшколиваться вот здесь. Расшколиваться, это значит выкинуть школьные шаблоны в музыку. Они до сих пор в маме сидят. Я до сих пор с этим борюсь. И у нас, в чем большой плюс у нас именно, я не знаю, как на других курсах, потому что с нами раз в неделю наш педагог проводил работу. Такую работу. Это вот, я по-первых вообще сидела и говорила, Господи, я ужасная мать. Я вообще страшный человек. Мне вообще нельзя с ребенком общаться с моим. Ни с одним вообще, ни с одним, ни с другим, понимаете? Потому что я вот те паттерны свои заложенные, я начинаю на него примерять, а он сопротивляется, логично. Естественно, он сопротивляется. Знаете, из разряда того, что что ты сидишь, урок невнимательно слушаешь? Сиди, слушай. А он сидит там, да, допустим, он может слушать урок, там, лего собирать, там, да, или там он может слушать урок, там, лепить что-нибудь, там, чертить, рисовать. Или вообще встанет, пойдет на шведскую стенку, там, на турнике повесит. А меня аж коррежит. Как это так? Надо же за партой сидеть, и ровно, вот так вот, и слушать, открыв рот учителя. Понимаете? А нам на собрание, мы приходим, а нам говорят, а это нормально. Ребенок так лучше информацию воспринимает, когда он в движении, когда он не сидит вот так вот, потому что так его посадили. Понимаете? Я очень много узнала о физиологии детей. И почему в школе дети не запоминают информацию. Она у них вот сюда влетела, они тесты сдали, короче, контрольно написали, она у них вылетела. Ничего не остается. Я, насколько я была отличницей в школе, ну там, хорошисткой, там, у меня больше пятерок было, четверки, конечно, тоже были. Я сейчас, проходя материал первого-второго класса, я понимаю, сколько у меня у самой пробелов. Понимаете? По геометрии, по математике пробелов. Почему так? А потому что училась ради оценки, а не ради знаний. И самое главное, это непонимание. Непонимание, зачем это надо и каким образом это может пригодиться на практике в жизни. Дети ходят в школу ради общения, может быть, там, подружки, если они там образовались. А если не образовались, что детьми делать? Что ему делать? И со школы в школу приходить. Я уйму случаях знаю, когда ребенка со школы в школу переводили, потому что он просто там не вливался в коллектив. Либо его гнобили, либо его там били, либо учитель его там не взлюбил, там, и всякое-всякое такое, понимаете? Вот она вам социализация. У нас общения хватает. Вот если вы переживаете за это дело, надо вводить на кружки. На разные кружки. Там общения хватает, головой. Теперь, что касается самой организации процесса, очень много вопросов было, а как вы учитесь, а в какой-то форме, а какие домашние задания, а как же аттестат. Потому что наши зашколенные родители очень сильно переживают за аттестат, за оценки, чтобы же была бумажка, чтобы же не дай бог же. Вот, все дела. Значит, смотрите, мы учимся онлайн. Есть у нас онлайн уроки, вот, как вот, типа такого, да, там, через платформу вебинаров. Есть у нас вебинары, там, слайды. Учитель напрямую общается с детьми. Дети отвечают ей в чате. То есть они коммуницируют. Дети отвечают в чате. Там, либо ставят им какую-то реакцию, либо там отвечают, там, решение какой-то задачи пишут, да. Вот. Сразу тут же обратная связь. И в чем преимущество? В том, что эта система по Николаю Зайца вы можете гуглить, запишите. Николай Зайцев. Это очень крутой педагог. И знаете, самое главное для меня, ну, для ненормального человека, для не такой, как все, был аргумент, то, что систему Зайцева запретили во всех школах и детских садах. Почему? Странно. А мне вот как раз она понравилась. Именно потому, что ее запретили, я решила обучать по системе Зайцева. Кубики Зайцева, может, слышали такое, да, таблицы Зайцева. Запретили, потому что дети умнеют, умнеют на этой системе. Травма, да, у меня такое было, меня один человек не принял в новой школе. Ни за что вы не вернулась назад в школу, то худшие воспоминания. Да, Юлечка, я тебя понимаю, у меня хоть и не было такого, ну, прям, тяжелого, да, как у тебя воспоминания, у меня в основном конфликты были с учителями, не с, ну, не с классом, да, в классе, как бы, я нейтральную позицию занимала, там, и не лидерскую, и не серой мыши, да, ну, нейтральную, вот. А вот с учителями были, да. Значит, смотрите, то есть онлайн-уроки. Мы смотрим онлайн-урок. Итог, когда мы дома, мы смотрим онлайн-урок. Когда мы не дома, мы потом смотрим записи. Запись выходит на следующий день, как правило, и мы смотрим этот урок в записи. И вот у нашего педагога есть авторская методика подачи материала, что мне очень нравится. Называется это интерактивная страница. И весь материал воспринимается, новый материал воспринимается через интерактивную страницу. Что это такое, я сейчас покажу. Суть интерактивной страницы не просто прочитал параграф, но я просто помню по первому классу, домашнее задание, значит, написано в дневнике. Выучить правила. Я читаю это правило, ребята, я сама не понимаю, что там написано. Как может ребенок с 7 лет понять это правило? И ладно, он вызубрит его наизусть, как, не знаю, как стихотворение какое-то. А понимания в голове-то нет. А ему-то надо вызубрить наизусть это правило, потому что ему в журнал ставят оценку. А почему потом мы удивляемся? Я вот даже, я сейчас работаю, да, в сетевом, и ко мне приходят люди, и часто переписками общаются. В одной переписке вот 3 предложения, куча ошибок, куча ошибок. Хочешь сказать, девочка моя, ты вообще в школе училась? Я потом вспоминаю, да, точно, понятно. Как и все, как и все. Почему у нас 90% населения пишет безграмотно, в свои 30, 40, 50, 60 лет? А потому что правила зубрили. А вот если вы сейчас какую-нибудь свою бабушку, либо маму, попросите вам рассказать формулу, какую-нибудь, правило какое-нибудь на зубок, они вам расскажут о толку, что непонятно, вот понимаете, они не могут срастить, что вот это правило, оно пишется вот именно так. Так вот поэтому, поэтому у нас есть интерактивные странички. Там работает и визуал, да, то есть там все либо в схемах, либо в картинках, либо, знаете, там в кармашках, там во флажочках, короче, все в игровой форме. Там есть еще моторика, то есть дети сами это все дело вырезают, сами клеют это все так, как надо по заданию, там что-то где-то подписывают, там у них там закрылышки отгибаются, разгибаются, там в конвертик надо одни слова положить, в другой конвертик другие слова положить, классификация, да, допустим, по каким-то правилам конкретным, сразу визуал, понимаете. И вот у нас в итоге за год обучения образовалось 4 вот таких толстых папки. Вот я вам показываю. Это папка по математике, папка по математике, вот такая уже у нас толстая, очень тяжелая. И это интерактивные страницы и домашние задания. Естественно, все материалы дают сразу распечатывать, заранее, короче, все это понятно. Вот, ну, например, я вам покажу. Давайте вот в последнем, ну, потому что еще там в начале, и так все понятно. С последнего. Вот мы сейчас перешли к геометрии. Мы изучаем геометрию, ну, чисто базовое понятие, точка, луч, прямая, отрезок, углы. Вот. И, ну, например, свойства точек и прямых. Я вам покажу, как это выглядит. Вот, такая страничка. Свойства точек и прямых. Это называется как стиль объявления. Вот, значит, здесь рисуется сама, ну, короче, вот, нарисована прямая, напрямую две точки. Да? Когда мы отгибаем капрылышек, здесь текстом прописано, что это обозначает. Ирочка, у нас курс объединенный. Первый, второй класс мы изучаем 8 месяцев. Потом, начиная с середины сентября, мы будем изучать третий, четвертый класс. То есть, в итоге, в 9 лет у меня ребенок закончит четвертый класс и будет аттестован за два класса сразу. Потом мы пойдем в пятый класс сразу. Вот. Я объясню, почему так. То есть, тут написано, через любые две точки можно провести только одну прямую. Правило? Сразу визуал, как это выглядит. И вот оно, свойства. То же самое по каждому там, да? Вот это все прописано. Вот таким образом. Это называется интерактивная страничка. По-русскому, по-английскому. И у нас есть еще такое понятие, как интегрированный урок. Что это такое? Это когда музыка, окружающий мир, рисование. Что там еще? Музыка, окружающий мир, рисование. А, ну и все, да? Короче, вот эти три предмета, они сложены в один. В один урок. То есть, в одном уроке мы и песни слушаем, композиторов учим, и природу изучаем. И это все подобрано в одну тему. То есть, это крутится все вокруг одной темы. И рисование мы там учимся, как кого рисовать. То есть, все это интегрированный урок. И по одному интегрированному уроку мы, получается, аттестовываемся по трем предметам сразу. Автоматом. Причем. Ну, автоматом это для нас, потому что мы выполняли все домашние задания. Кто не выполняет все домашние задания, тот просто сдает удаленно тесты. Тесты. Либо идет в школу в своем городе, какую хочет вообще по выбору. Идет, и там проходит аттестацию. И если там школа нормальная, если директор нормально относится к СОшникам, понимает, что такое домашнее образование, потому что, допустим, у нас в школе директор все такими глазами на меня смотрела, когда я документы забирала, я ничего не знаю, что это такое. Короче, он там вообще темный лес, глухие сосны. Понятное дело, у меня наверняка были бы трудности с создачей аттестации в этой школе, потому что там люди не понимают, что это такое. А те мамочки, которые у нас на потоке есть, некоторые уже поддавали аттестацию, то есть некоторые уже закрыли аттестаты свои. Они сказали, ой, да у нас нормально все прошло, расположение было хорошее, с уважением относились. Даже учителя, которые тестировали ребенка, ну, как бы беседовали с ребенком, очень много для себя узнали, да, то есть нормально, ну, как повезет тут тоже, да, то есть если хочется заморачиваться с аттестацией в школе, пожалуйста, вы абсолютно вольны, можете прикрепляться к любой школе, и раз в год, по-моему, раз в год, но это, опять-таки, это, кстати, от школы зависит, они могут вас заставить и каждую четверть приходить, сдавать, как бы, аттестацию, там, либо в форме тестов, либо в форме как, я не знаю, так, там, сейчас, подождите, что это было, у меня ребенок ходит на занятие, ему 4 года, там тоже по Зайцеву, они изучают информацию, отлично, это частное, Маша, это частное? Если частное, то понятно, в государственных запрещено. Я знаю людей, которые, педагогов, которые кубики Зайцева вот так вот в подоле, под юбкой проносили в класс, чтобы директор не заметил, потому что, если заметят, то ее уволят, понимаете? Сказали, учите, вот как сказано, вот так вот надо учить. Так, дальше, значит, где сдавать будете аттестацию? Можно в другой школе? Можно где угодно. Хоть на Колыме сдавайте. Вы имеете право выбирать любую школу, не обязательно по месту жительства, хотя вам стопудово в Горану будут говорить, нет, вот тут надо сдавать, но по законодательству вы имеете право, аттестоваться абсолютно в любой школе по вашему выбору. Хоть это частная школа, хоть это государственная школа, это абсолютно не имеет значения. Мы, например, сейчас прикрепились к частной школе московской, то есть я там никогда в жизни не была, но она есть, эта частная школа, и эта частная школа за определенную плату предоставляет нам аттестацию. То есть тут либо сдавайте тесты, просто время, кстати, неограниченное на сдаче тестов, то есть нет такого, там, зачат, ты должен все пройти. И никто над тобой, это не онлайн, то есть ты можешь сидеть, ребенок может спокойно сидеть, отвечать на эти тесты, там, если что-то непонятно, там, ты можешь ему подсказать, потом себе галочку поставить, ага, вот эту тему пустили, надо, короче, ее еще раз повторить, да. То есть аттестация не на оценку идет, аттестация ради аттестации, понимаете, да. Но мы будем сдавать автоматом, потому что мы фоткаем наши домашние задания, отправляем их нашему педагогу, наш педагог их проверяет, и когда у вас у всех есть интерактивные странички, аттестация идет автоматом. Это стоит денег, то есть мы имеем возможность заплатить, поэтому я не стала заморачивать и себя, и ребенка, мне проще заплатить деньги, чтобы ребенок спокойно не нервничал, не переживал, боже, меня там кто-то будет проверять, там оценивать меня. Я решила его избавить от этой участи. Вся учеба дома, аттестация в стенах школы. Юль, ну это кто как решит. Я решила, что у меня не будет аттестации в стенах школы, у нас все онлайн. Тесты онлайн, ребят, у нас тесты онлайн. И, кстати, не только у нас, вообще очень много разных школ могут удаленно вас аттестовать. За деньги, естественно, за деньги. Так, как они будут сдавать в обычной школе, если программы разные? Программа один, нет, смотри, Маш, все по ВГОС, все по ВГОС, то есть те темы, которые ребенок должен пройти в первом, там, либо во втором классе, они все здесь проходятся. Подход разный, методика разная, программа одна. То есть есть у нас, допустим, программа, там, первый класс, там, это, что там это у нас, ой, господи, я уже не забыла, что у нас было. В общем, короче, что такое слово, да, что такое речь, вот это, да, все, ну, нет, давайте я по математике скажу быстрее. Значит, счет до 20, и в рамках 20, там, считаем по числовой, прямой, четные, нечетные числа, верное и неверное равенство, состав числа, вот, пожалуйста, да, я вам прям по темам говорю, я листаю, и у нас сразу все темы есть. Примеры сложения вычитания, да, решение задач в рамках сложения вычитания, второй класс, это таблица умножения, то есть все это есть, все это есть, по ВГОСу, понимаете, есть темы, они просто подаются не так, как в школе, если открыть учебник и сравнить, нет, конечно, они могут там, учитывая то, что у нас слитно идет первый и второй класс, у нас и темы вот так вот в разброс, понимаете, то есть мы можем сначала не вот это изучать, а совсем другое из второго класса взять тему, да, они все вот так вот перемешаны, но в итоге за первый и второй класс, за 8 месяцев ребенок аттестовывается по всем темам, которые предлагают ВГОС, мы не противозаконные какие-то методы, используем все в рамках школьной программы. да, методики разные, то есть есть, допустим, Петерсон, математика по Петерсону, все наверняка слышали, но это тоже ВГОС, просто объяснения, подходы другие, вот и все, а учебник Петерсон. Так, про цены, ну, смотрите, мы платили каждый месяц 5500, 5500 в месяц, в неделю у нас 4 занятия, понедельник, вторник, среда, выходной, четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходной. Каждый день один урок, каждый день один урок. Почему 8 месяцев, я объясню, потому что на самом деле школьная программа, которая рассчитана на 9 месяцев, она очень сильно растянута, ну, я имею в виду, один класс, то есть мы за 8 месяцев 2 класса проходим, понимаете, да, 2 класса. Я понимаю, что у многих сейчас у вас как так? Ребята, вот так. Потому что специально сделано в школьной программе ребенок должен отсидеть, ну, почти до 18 лет, чтобы потом в институт пойти. Вот так, растянута программа. Мусуль это одно и то же. Я вот смотрю, открываю учебники своей племянницы, открываю учебник, тема та же самая, что мы в первом классе изучали, что такое речь, что такое слово, что такое предложение. То же самое, только другими словами, более взрослыми рассказано, понимаете, да? И они вот, я вот, кстати, общалась с какой-то мамочкой, я уж не помню, она говорит, ты представляешь, говорит, девочка, ну, пошла дочка в очередной класс, там перешла, уж не помню, перешла в класс, говорит, приходит, говорит, мама, ну, опять то же самое, ребенку уже не интересно, понимаете, не интересно, одно и то же перемалывать из года в год, из года в год, из года в год и на оценку работать, что в итоге на выходе пустая голова. Так, сколько времени занимает один день урок? 40 минут. 40 минут, когда тема сложная, она прям час объясняет, бывает. То есть мы смотрим онлайн и нам дается, грубо говоря, неделя на то, чтобы сделать домашнее задание. То есть мы делаем интерактивную страничку, в первую очередь, и к ней дается домашнее задание, там, по разному объему, бывает мало домашки, бывает много, и мы делим ее на несколько частей, и в течение недели до следующего онлайн урока мы выполняем. Но у нас, знаете, как получилось? Был момент, это был конец декабря, декабрь, вот так вот, был момент, когда я реально вообще не успевала. Вот это ноябрь-декабрь был, как раз вот, фаберлик перешли, куча всего навалилась, и я реально не успевала, мы не успевали онлайн смотреть. В общем, у нас накопилось очень много записей и очень много домашек. И ничего, мы выгребли в том плане, что мы смотрели всю записи, и знаете, есть такой метод погружения, нам порекомендовала, и мне одни такие, там на потоке, у нас на потоке первый-вторый класс 130 человек сейчас. Вот. Метод погружения, короче, мы берем один предмет и только его изучаем. Вот его изучаем подробно, все задания, разбираем там все. У нас там и песенки, у нас таблица умножения в песенках, у нас английский язык весь в песенках, и звукобуквенный анализ тоже в песенках. Это все гораздо лучше воспринимается ребенком. в играючей форме. Вот я когда снимала сторис, у меня люди вообще так реагировали, что на русском языке у меня ребенок танцует там под какую-то песенку. Ну вот. Вообще, где такое можно вообще увидеть? Нигде. Ну вот. И мы погружались. То есть погружались сначала в математику, потом погружались в русский, потом погрузились там в английский, да, вот в такое вот. Таким методом погружения мы догнали программу. В принципе, сейчас идем в ногу. У нас 25 апреля у нас уже заканчивается наш год. Вот. У меня по Зайцеву сын за 3 месяца читать научился. Ну, это неудивительно. Зайцев рулит, вообще красавчик. Он просто, конечно, уже нет его в живых, но наш педагог, это, можно сказать, правая рука Николая Зайцева, она с ним всю жизнь проработала. До какого класса такое обучение? До 11-го. До 11-го. Там просто, сейчас начальная школа у нас один педагог по всем предметам, а там просто будут по разным предметам разные педагоги. Так, вроде бы, больше не вижу вопросов. А, по цене 5,5. Ну, там, знаете как, там бывает, вот, перед началом другого курса, вот сейчас, например, есть льготная цена на весь год. То есть, можно оплатить весь год сразу по какой-то там скидке. Сколько-то там это. Ну, нам лично удобно каждый месяц платить. Я понимаю, что там выходит дороже, но так комфортнее нам платить по 5,5. Аттестация стоит 10 тысяч за один год. Вот. Так как мы за первый класс типа аттестованы, там как бы нет аттестации, да, за первый класс, что оценок нет. За второй класс я заплатила 10 тысяч. Все предметы, как в школе. Кроме физкультуры, естественно. Кроме физкультуры. Физкультуру аттестовывают, приносишь справку с физкружка. В данном случае у нас бассейн. Справку приносишь и все. Все это предметы, да. Единственное, что получается, как английский, да, вот во всех школах Павкос, со второго класса на английский, а там получается первоклашки приходят, но в нашем случае это как бы нормально было, потому что мы во второй класс пришли, ну как бы так сложилось. А приходят первоклашки, а еще приходят ребята, которые раньше хотят учиться, вообще шестилетки, им английский непросто дается, да, потому что вообще, нам педагог говорит, нельзя. Вот то, что сейчас ввели со второго класса английский, это противоречит детской физиологии, противоречит. Ребенок не может сформировать иностранные речевые модули, пока он русский свой язык нормально не сформировал у себя в голове. Поэтому вот это то, что ввели, это конечно полный бред, но приходится подчиняться в БОСУ, понимаете. Как вот раньше было с пятого класса иностранный язык, это было самое нормальное. Я изучала с пятого класса язык английский. Вот. Поэтому девочки, я сейчас девочку обращаюсь, что тут естественно в основном мамочки сидят переживающие, да. Смотрите, если вы готовы взять на себя ответственность, пойти против всех, ради блага ребенка, у вас все получится. Пойти против осуждения вашего окружения, ваши родители, и думаете, я одна такая, против меня сопротивлялись? Нет. Я же в чате с родителями сижу, там такое происходило у некоторых. Там у некоторых с мужем до развода доходило. Но все, все договорились. Главное договариваться уметь, понимаете. Если вы готовы посвятить свое свободное время обучению, потому что почему родители отдали, в школу, и все. Ну как бы да, только домашка. А что там с ним в школе происходит, это ответственность уже школы, а не родителя. Где он там ходит, прогуливает он уроки, курит ли он там за углом, понимаете. я вот буквально я хожу на джанк и с девочкой общалась с тренером, она говорит, ну дочка рассказывает, мама говорит, у нас вот эти вот продают вот эту наркоту, которую надо сосать, как она, снюс, слюс, короче, какая-то фигня. У нас продают, говорит, в классе, девочка в 8 классе. Ребят, мне такая социализация, нахрен мне нужна, вы меня извините за мой французский, но я такого не хочу. И самое интересное, что учитель к этому относится никак. Он говорит, а сейчас во всех школах так, учитель говорит. Да я бы такое задушила бы этого учителя, понимаете, если бы он мне на собрании вот такое вот сморозил бы. С любого класса можно вообще, с любого. У меня есть в окружении люди, которые с 8 класса ушли на домашку. Прекрасно закончили школу. Ровно так же, как, кстати, в школу обратно вернуться тоже можно с любого класса, раз уж, ну, будете, у меня был такой, кстати, период, я чуть не сорвалась, это был период, я уже думала, так, все, полугодие заканчиваем, мы возвращаемся в школу, потому что я поняла, насколько я вообще, ну, ворочи, была тогда не готова взять на себя такую вот ношу, потому что мне тут надо было и по бизнесу решать дела, и тут надо решать дела, и тут еще это вот накапливаются уроки вот эти вот все, да, и вы знаете, вот если бы не наши родительские собрания, которые каждую пятницу у нас проходят, многие бы слились, многие бы слились, если бы не было этой поддержки, если бы не было объяснения, почему так происходит, очень сильно с нами поработал педагог, очень сильно, в хорошем смысле, совмещенные годы, нет, совмещенные годы только в начальной школе, Ирочка, первый, второй, третий, четвертый, вот, первый, второй, третий, четвертый, это, грубо говоря, два года обучения, а дальше каждый год, пятый, шестой и так далее по году, много времени на домашние задания ходят, по-разному, я же говорю, мы стараемся домашние задания разбивать на неделю, то есть, допустим, если вот прошла у нас математика, я стараюсь сразу делать так, чтобы он сразу делал интерактивную страничку, пока по свежей памяти у него закрепилась на моторике, да, на визуале закрепился материал, чтобы хоть что-то в голове осталось, а домашку мы вот смотрим, допустим, много, да, там у нас там пачка домашки по этой теме, мы считаем, сколько листов и делим, сколько дней осталось нам до следующего урока, и потихонечку, каждый день он делает, бывает так, что сразу после уроков он делает всю домашнюю, если ее немного, бывает откладывает, по-разному бывает, на самом деле, я подстраиваюсь только вот под себя, то, насколько я сейчас готова уделить ему внимание в плане домашней работы, понимаете, подстраиваюсь под него, там, как он, то есть я, конечно, тоже, бывает, палку перегибаю, прессую его, там, мы и ругаемся, бывает, не без этого, но я знаю, что мне не надо сейчас, допустим, с ним сидеть, там, до 11, до 12 ночи и лепить какую-нибудь, блин, там, стен газету, потому что так надо, так учитель сказал, для галочки, вот у нас такой был, кстати, момент в первом классе, или во втором, не в первом, когда обязали, ну, типа, обязали всех родителей сделать какие-то тематические стен газеты, я говорю, интересно, а вот на аттестат это как-то повлияет, или на знание моего ребенка, каким образом, в итоге я отказалась, сказала, не буду я тратить свое время на эту стен газету, нет, нет, Маш, 7-8 часов на домашнее задание, это не про нас, нет, нет, боже упаси, чего тебе ребенка насиловать, вы знаете, хорошая фраза, вот нам сказал наш педагог, хорошую фразу, вот, в плане обучения, то, что не стоит требовать от ребенка, вот он посмотрел урок, и требовать от него сразу понимание материала, вы же такие зашколенные, понимаете, вы такие, так, а ну-ка расскажи, что ты там узнал, я поначалу, ну, что ты там узнал, что там нового, так, а ну-ка вот этот пример мне быстро реши, ребенок так на меня, знаете, есть такая фраза, мы едим сегодня, а толстеем завтра, так вот, вот этот принцип относится к обучению, я смотрела недавно, кстати, вебинар, там, одного нейробиолога, про работу мозга, так вот, он сказал, что наш мозг начинает понимать информацию только спустя 23 минуты после ее получения, только спустя 23 минуты мозг начинает ее обрабатывать, а пока он сидит просто вот у него, он принимает, 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 и какой смысл с ребенка требовать, если он еще не переварил это все, а особенно у детей переваривание, может, знаете, бывает, вот, кстати, мамочки на чате писали, у них там дети уже на домашке, уже там 4, 5 класс, 6 класс, и вот, говорит, старшая дочка, в 5 классе, и у нее там тема какая-то, по-моему, геометрия, да, уже именно конкретная геометрия, говорит, мама, представляешь, говорит, до меня только-только эта тема дошла, а ведь мы ее изучали, вот, во 2 классе, то есть доходит немножко позже, и так нормально, объяснять много нужно, нет, не нужно, за исключением каких-то пробелов, вот какой-то пробел есть, вот ребенок конкретно не понимает, и то, нам педагог говорит так, что успокойтесь, придет время, он поймет, придет время, он поймет, можно позже, в чем преимущество свободного образования, вы можете, вы не гонитесь за программой, быстрее бы успеть, потому что там 25 мая, скоро аттестации, все дела, а вы можете в любой момент вернуться к пройденному материалу, открыть интерактивную страничку, полистать и вспомнить, а что же там было, а что же там проходилось, думать, у нас нет проблем, пробелов, есть пробелы, у нас таблица умножения пробелы, как бы, ну, нам вообще запретил педагог зубрить таблицу умножения, сказал, нельзя ребенку зубрить таблицу умножения, ребенок должен ее только понимать, и всю таблицу умножения мы учили только по таблице Пифагора, никакой зубрежки в виде стихотворения мы им не делали, песенки слушаем по таблице умножения, то есть по каждой цифре, там есть песенка, с определенным тактом, с определенным, там, вы знаете, есть такой инструмент, коробочка такая, тюк, тюк, и она вот так вот отбивая такт, и ты, короче, знаете, вот сейчас вот какую песню у вас не спроси, вы можете на автомате вспомнить ее слова, вот по такому принципу работают наши песенки, школу любую, не только из города, вообще по стране, по России, любую выбираешь школу, любую, я же говорю, мы вообще в Москве закреплены, мне все равно, по законодательству, девочки, читайте законы, вы имеете право прийти в школу и забрать личное дело, даже без объяснения, куда вы уходите, с вас не обязаны требовать, что вы прикрепляетесь в какой-то другой школе, не обязаны, вы приходите, забираете, у меня ребенок уходит со школы, все, пишите заявление без объяснения причин, если вы еще не были в школе, вот вы не были в школе, значит сначала идете в Гарану, ну или там какая-то у вас там, в общем, организация, идете в Гарану и там пишите заявление, что ребенок на семейном образовании, все, ну и там скорее всего попросят вам сказать, какой вы в школе прикрепляетесь, да, в Гарану попросят, это если вы вообще в школу не ходили, вот, у меня кстати вопрос был такой, а стоит ли сначала пойти в первый класс, посмотреть, а потом уйти на семейное образование, я вам так хочу сказать, вам будет трудней, потому что у нас есть мамочки в нашем потоке, у которых, значит, один ребенок, старший, старший ребенок, побывав в школе, перешел на семейку, а второй ребенок, младший, не бывая в школе, перешел на семейку, это вообще два разных образовательных процесса, зашкольный ребенок, ему гораздо сложнее, зашкольному, который уже знает, что это такое, начинает подключать органы опеки, ну, может быть, может быть, ну, к нам никто не приходил, придут, посмотрят, в каком состоянии, опять-таки, при чем тут школа и опека, у меня тут вообще, конечно, большой вопрос, но, ну, как минимум, они придут, посмотрят, какие у вас жилищные условия, как, я не знаю, как обучается ребенок, но это не в их компетенции, смотреть, как обучается ребенок, тоже читайте законы, ребята, как общаться с органами соцопеки, их бояться вообще не стоит, у них очень мало полномочий, в плане СОшников, вы знаете, что, уже заканчивается эфир, вы знаете, что правительство, наше, российское, уже затрубило в трубы, что, ай-яй-яй-яй-яй, в 2019 году, 10% первоклассников, не пошли в первый класс, это значит, что они пошли на СО, и они начинают там, всякие там, придумывать пока что, пока только придумывать законопроекты, которые, возможно, в будущем будут обязывать родителей прикрепляться, обязательно прикрепляться к школам, потому что сейчас даже не обязательно к школам прикрепляться, чтобы вы понимали, вы не обязаны быть прикреплены к школе, никакой, вы можете не аттестовываться никак, вообще, если вам это не надо, ну, у нас в основном-то все, все мамочки очень переживатели, аттестат-то нужен, для, типа, спокойствия собственного, вот, а так, по факту, все подумают, ну, нахрен не нужен сейчас, сейчас все обучение в интернете, ребята, вы знаете, у нас на потоке есть мамочка, они живут, ой, за границей где-то, они живут, и у дочки, ей 12 лет, и она говорит, а мы не аттестовываемся, говорит, а мне не надо, говорит, у меня дочка уже сама деньги зарабатывает, почему, потому что она, она вот с 7 до 12 лет, она на ней парту протирала штанами, да, лишь бы на оценку там что-то сработать, а она интересовалась то, что ей интересно конкретно, и сейчас у этой девочки производство одежды из отходных материалов, вот это пластик, знаете, переработка, переработка, девочка 12 лет организовала себе бизнес, потому что она свободна выбирать, что ей конкретно нравится на сегодняшний день, да, аттестат, конечно, если вы аттестовываетесь в школе, либо удаленно, либо так как мы автоматом, аттестат, безусловно, есть, конечно, вы можете в любой момент запросить оригинал аттестата себе на руки, ну, забрать его, вот, так, ребятки, уже заканчивается у нас эфир, столько много вопросов, мне так приятно, что вы этим всем интересуетесь, если есть еще вопросы, быстренько задавайте, постараюсь ответить, можно в личку потом, если что, кстати, эфир будет 24 часа в записи, кто пришел попозже, я еще раз повторю, я не претендую на ничьё мнение вообще, вы абсолютно вправе делать выбор, вы знаете, что единственное, чем нас реально одарил там создатель, я не знаю Бог, это право выбора, и вся ваша жизнь, это не что иное, как череда ваших выборов, какой выбор вы сделаете сегодня, от этого будет зависеть ваше завтра, вот и все, я сделала такой выбор, мне так легче, потому что я спокойно, я не бегу голопом к 8 утра, чтобы до звонка успеть посадить сына за парту, я свободна, я взяла на себя ответственность, желаю вам всем тоже взять на себя ответственность, за свою жизнь и за жизнь своего ребенка, потому что, ну, надо инвестировать в детей сейчас, сейчас самое время, спасибо вам большое, спасибо за то, что были сегодня с нами, всем хороших выходных, сидите дома, хэштег, если остались вопросы, либо какие-то личные, интимные вопросы, задавайте в личку, с вами обязательно пообщаемся, всем спасибо, пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok